Привет, друзья! Что главное в игровом компьютере? Конечно же, видеокарта! И сегодня у нас будет сборка на базе AMD Radeon R9 390, версии от Asus. В прошлый раз мы собирали игровой компьютер на базе Intel Core 6-го поколения, это Skylake. Сегодня же наша сборочка будет на базе 4-го поколения. В конце видео мы прогоним тесты, синтетику и игровые тесты. И следующая наша сборка будет снова на Skylake и снова с 390 Radeon. Мы сравним результаты тестов, результаты бенчмарков и уже постараемся поставить окончательную точку в вопросе, стоит ли переплачивать за самое новейшее железо. Я уже очень давно мечтал собрать игровой компьютер в корпусе RV05 от компании Silverstone, так как именно его привык считать самым-самым. В процессе сборки разберемся, так это или не так. Как видите, корпус компактный, но здесь достаточно места для размещения материнской платы стандартного размера, нескольких накопителей, системы жидкостного охлаждения и всего необходимого. Оптические приводы утрачивают актуальность, и в этом корпусе нет ни одного отсека формата 5,25 дюйма. RV05 спроектирован таким образом, чтобы направить все воздушные потоки снизу вверх, вместо традиционного выдву просто назад. Видите пару 180-мм кулеров снизу? Те, кто учил в школе физику, в смысле такого решения сомневаться не будут. Крышки снимаются без необходимости откручивать винты, но требуются некоторые усилия. Silverstone Strider Platinum 550W, технически самый совершенный блок питания из всех, что я держал в своих руках. На первый взгляд здесь нет ничего особенного. На вид обычный блок питания с обычными отсоединяемыми кабелями, но дьявол кроется в деталях. Видите вот этот значок 80-плюс платинум? Таких на нашем канале еще не было. КПД от 89 до 93%, в зависимости от нагрузки. Самое чистое питание для комплектующих. Самое низкое энергопотребление. Плюс он еще и меньше своих аналогов. Silverstone прямо на коробке заявляет, что это самый компактный в мире модульный блок питания на 550 Вт, прошедший сертификацию 80-плюс платинум. Подобный блок питания физически невозможно создать на базе дешевых компонентов, или даже средних по цене компонентов. Здесь только самые лучшие катушки и конденсаторы. Плюс полный набор защит от короткого замыкания, скачков напряжения и так далее. Тихий вентилятор. Причем в режиме простой, при нагрузке до 20%, блок питания будет работать вообще бесшумно. Хотя справедливости ради отметим, что при низкой нагрузке падает АКПД. Поэтому мы не призываем брать блоки питания сильно мощнее, чем вам надо. Берите запасом, но небольшим. В качестве процессора мы выбрали Intel Core i5-4690K. Это один из лучших игровых процессоров. И хоть он и относится к четвертому поколению, на данный момент его более чем достаточно. Оперативная память Kingston стандарта DDR3. Быстрая, надежная, не слишком дорогая. Пользуясь сам кингстоновскими плашками примерно со времен второго сознательно собранного компа, пока не подводили ни разу. Материнская плата у нас должна была быть ASUS Z97 Pro Gamer, но ко дню съемок она до нас доехать просто не успела. Зато на студии у нас нашлась ASUS H97 Pro. Про нее мы еще не рассказывали. А вот про ее старшую сестру, H97 Pro Gamer, видео было. Плата надежная, беспроблемная. Есть просто куча портов для установки всего, чего душе угодно. Твердотельные конденсаторы, высококачественные дроссели. Есть защита от перегрузок по току и статике. Даже две видеокарты в режиме Crossfire можно воткнуть. В общем, надежность и удобство. Итак, видеокарта AMD Radeon R9 390 версии от ASUS. Объем памяти 8 ГБ. Фирменная система питания с применением качественных компонентов, без противного звона дросселей. И система охлаждения Direct Q2. Тихая и эффективная. Можно будет побаловаться с разгоном. В плане портов есть все необходимое. DVI, 3 дисплея порта и 1 HDMI. Для установки операционной системы и базовых программ мы будем использовать твердотельный накопитель. Это Kingston UV300. Первый накопитель Kingston на базе TLC ячеек. TLC ячейка, ячейка с тройной структурой, живет меньше, чем традиционная одноуровневая ячейка. Скоростные характеристики также чуть ниже. Но и стоит SSD на базе TLC дешевле. Чтобы вы понимали, меньше это значит 3-5 тысяч циклов перезаписи на ячейку. Может быть чуть больше. В режиме домашнего использования коллеги насчитывают, что это плюс-минус 5 лет. Зато контроллер здесь FISON S10. Тот же, что в накопителе Kingston HyperX Savage, о котором мы рассказывали в отдельном видео. По части скоростных характеристик, по нашим тестам скорость чтения до 562,9 МБ в секунду. Скорость записи 331,7 МБ в секунду. Очень хорошо. И это в несколько раз больше, чем у винчестеров. Для файлов игр мы используем накопитель на 4 ТБ. WD-Blue, WD-40, E31X. Диск этот необычный, так как раньше гибридные диски WD выглядели иначе. В корпусе WD-Black II был размещен и жесткий диск на ТБ и полноценный SSD на 120 ГБ. Фактически два разных диска в одном. В системе определялись как два раздела одного накопителя, но скорость разная, естественно. WD-40, E31X это именно жесткий диск, но диск дополненный 8 ГБ кэширующей флеш-памяти, который никак не определяется в системе, но ускоряет загрузку наиболее востребованных файлов. Есть такие задачи, в которых гибридные диски лишь немного уступают SSD, а цена гигабайта получается значительно ниже. Скорость чтения и записи протестируем после установки системы. Монитор у нас Philips 272P4Q. И как бы странно это ни звучало, это умный монитор. Ведь благодаря наличию пары сенсоров в присутствии вот здесь снизу, он может определять момент, когда пользователь встает из-за монитора и автоматически переходить в режим энергосбережения. Еще очень круто, что настройками монитора можно управлять через драйвер из Windows, так что больше сенсорными кнопками мучиться не придется. Есть веб-камера, если для вас это минус, ее можно и заклеить, однако когда она работает, рядом загорает светодиод. Есть встроенные динамики 2 Вт и микрофон, а также хаб с тремя USB-портами USB 3.0. При всем при том, у Philips 272P4Q отличная матрица типа PLS с практически полным покрытием sRGB, временем отклика 6 миллисекунд и, на наш взгляд, оптимальным разрешением для 27 дюймов 2560 на 1440 точек. Про мыши и клавиатуру мы обязательно расскажем в следующей сборке. Ну а сейчас хочется сказать пару слов о гарнитуре. Это Plantronics RIG500E. Интересно она тем, что полностью разборная, и в комплекте с ней идет сразу две пары чашек. Это чашки открытого типа и чашки закрытого типа. Одни, например, можете брать в метро, если вы слушаете музыку с смартфона, здесь такая возможность тоже есть. Ну, турнир, если увлекаетесь киберспортом. Ну, открытые чашки можете использовать дома, так как они хорошо вентилируются, уши в них не устают, можно играть дольше. Плюс здесь есть звук 7.1, то есть действительно объемное звучание, что помогает ориентироваться в игровом трехмерном пространстве. Ну что, пришло время для тестов. Скорость чтения и скорость записи нашего винчестера до 153,5 Мбайт в секунду. Гибридный жесткий диск Western Digital оказался не только объемным, но и быстрым. Теперь к играм. Максимальные настройки графики Full HD. Project CAR в среднем 60 кадров в секунду. GTA V 100 кадров в секунду. Ведьмак 3 без Airworks 55 кадров в секунду. Mortal Kombat X 60 кадров в секунду. Metro Last Light 98 кадров в секунду. Rise Son of Rome 73 кадров в секунду. Tomb Raider 88 кадров в секунду. Battlefield 4 95 кадров в секунду. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите, чтобы мы собрали мощные компы вам, заходите к нам в группу ВКонтакте vk.com.pro.hitec и оставляйте заявочку в соответствующем топике. Если ваш сборка покажется нам интересной, можем и взяться. Ну и там же есть обсуждения, есть помощь по выбору гаджетов, смартфонов, планшетов, фототехники и всего остального. Плюс новости IT. Так что незаметно присоединяйтесь. До новых встреч на канале ProHitec.